Здравствуйте! Новости города на Ивантийском телеканале. Сегодня среда, 21 мая. Меня зовут Лиля Николенко. В нашем выпуске вы увидите... Заслон Ржавчиня. До сдачи станции обезжелезивания меньше месяца. Даешь технопарки. Подмосковные депутаты обеспечивают зеленый свет инвесторам и производственникам. Выключи чайник. Дети готовятся к борьбе с красным петухом. Об этом и многом другом прямо сейчас. Самые умные, самые активные, самые талантливые. Это я об Ивантийских детях. Сегодня во Дворце культуры юбилейной чествуют интеллектуальную элиту городского образования. Интеллектуалов награждают за победы в олимпиадах, реферативных чтениях и конкурсах сочинений. Также чествуют коллективы школ за реализацию проекта «Отличное образовательное учреждение». Творческие подарки приготовили лучшие коллективы нашего города. Всем победителям вручили памятные значки с эмблемой интеллектуалов «Белой совой». Всего наградили более 200 человек. Наталья Соболева, Олег Квасов, Николай Понтюшин, Анна Белова и ТВ. Подробнее о празднике смотрите завтра в нашей программе. Министр экономики правительства Московской области Вячеслав Крымов на очередном заседании доложил о величине прожиточного минимума за первый квартал этого года. Об отличиях по сравнению с прошлым годом Ольга Киселева. Цены растут, увеличивается цифра прожиточного минимума. За первый квартал 2008 года в Подмосковье прожиточный минимум прибавил в денежном весе 467 рублей. Это значит, что среднестатистический человек кушает в месяц на сумму 4934 рубля. Если так говорить, вот по-честному, если питаться хорошо, вот питаться трех тысяч на еду, на еду, малое. Я вот сижу на овсяной каше, утром овсянкой, вечером овсянкой, днем суп. 15 тысяч на меня на дно. На еду? На еду. Ев здоровую пищу. Ну, я не знаю, я не считал, у меня супруга всем занимается. Так что, я приношу, а она нормальная. Так что, делов тут. С начала года существенное увеличение цен на основные продукты питания – хлеб, молоко, овощи, мясо – повлекло рост потребительской корзины. По сравнению с предыдущим кварталом, потребительская корзина с минимальным набором продуктов увеличилась на 7,6%. Я на все поэкономлю, но я даже не учитываю, сколько у меня уходит. Я тоже очень… все болит, я тоже то кашку, то товарожок, то кефирчик. Так что, вот так вот. Я даже не учитываю, сколько у меня денег выходит. Покупаешь все необходимое только – молоко, яйца, хлеб, там, всякие мучные изделия и все. А вот хочется там, например, и рыбки, и мяса хочется, ну и приходится на этом экономить. 618 рублей – такова сумма непродовольственных товаров, входящих в набор потребительской корзины. Самая весомая часть в прожиточном минимуме по-прежнему за набором услуг – 44%. Далее продукты питания – 36%. Ивантеевская станция обезжелезивания – объект пристального внимания городских и областных властей. Последние приезжают на каждую неделю, чтобы увидеться, дела идут. На какой стадии долгожданный городской объект Михаил Смирнов? Контроль выполнения прежних заданий и постановку новых делает Владимир Музыченко, заведующий отделом министерства ЖКХ. Час дискуссий, и можно не сомневаться, что знаковое событие для населения Ивантеевки не за горами. В ближайшее время население города Ивантеевка должны получить в эксплуатацию новую станцию обезжелезивания производительностью 16 и более тысяч метров кублической в сотке. Сейчас практически закончен монтаж. В принципе, не практически, а закончен монтаж оборудования. Закончен монтаж, наладка автоматики внутри здания станции обезжелезивания. Сейчас заканчивается автоматическая настройка всего заборного узла в связи с окончанием монтажа и пусконаладочными работами по станции обезжелезивания. Ну, я так полагаю, что недели три не больше. Не больше. Это самое максимальное такое время, когда полностью станция будет пущена в эксплуатацию. Еще около трех недель потребуется строителям фирмы Гелиос-2 и специалистам водоканала для того, чтобы в единую водопроводную сеть города пошла чистая вода. Если обычно содержание железа в ней около 2,5 мг на литр, то после прохождения фильтров оно становится даже ниже нормы, ниже 0,3%. Однако последние пробы зафиксировали показания выше нормы, так что пусконаладочные работы будут продолжаться до полной победы над Ржавчиной. Технология позволяет. А без трудностей и проблем не обходится ни одна стройка, говорит замглавы администрации Виталий Шевченко. Главное, что все преодолимо. Вы знаете, мы тут, когда строим, мы ругаемся друг друга. Мы все говорим, что мы все плохие. Когда строим, и то не так, а когда уже заканчивается, тогда можно сказать, что очень много людей принимало участие в строительстве, очень много. Что вложен сюда очень большущий труд. Большущий труд, начиная с того, что был пересмотрен проект, мы не стали внедрять технологию, которую нам предлагали. Это 20-30 лет недавности. Мы не стали. Мы сейчас другую. Здесь и работники водоканала поработали очень хорошо. Здесь у нас и генподрядчик, вот у нас Геннадий Викторович Смирнов поработал хорошо. Поработали субподрядные организации. Ну, опять-таки, везде надо было применять даже иногда репрессивные меры, чтобы что-то было хорошо. А итог, он обо всем говорит. Если мы получим качественную воду, то даже то, что делалось и с большим напряжением, все потом уже в конце сказать, что все было хорошо. По замыслу строителей Ивантеевская станция по обезжелезению претендует на звание образцово-показательного объекта Подмосковья. Михаил Смирнов, Сергей Денисов, Анна Белова, Ивантеевское телевидение. Обещания главы города Елены Сухановой воплощаются в жизнь. В скором времени улица Толмачева похорошеет и станет намного удобнее. Причем не только для пешеходов, но и для автомобилистов. На днях закончился первый этап ремонта. Полностью сняли старое асфальтовое покрытие. Что делать дальше, расскажет Яна Чубарова. Вкладка бордюрного камня. Второй этап ремонта дорожного полотна. Работники автодора уложили уже примерно 200 метров со стороны железнодорожного переезда. Всего бордюры с двух сторон дороги выложат 1700 метров. Это утро. Все живозы приезжают, соловьи поют. И работают хорошо. Задействована одна бригада пушкинских рабочих. Одни делают разметку, другие прокладывают траншею и укладывают бордюр. Глубина стандартная 35 сантиметров. Так камень будет прочно держаться и простоит долго. До конца мая рабочие проложат бордюр до перекрестка. А там, где он уже зацементирован, можно постепенно начинать класть асфальт. Кадровую проблему решай с молодым. Ивантеевские огнеборцы привлекают молодежь. Годовой городской конкурс юных друзей пожарных призван выяснить, кто больше всех подготовлен к сражению с красным петухом. Возможно, многие из них в будущем будут стоять на страже огневых рубежей города. Рассказывает Олег Квасов. Юный огнеборец должен быстро бегать, прыгать и ползать. Полоса препятствий включает в себя 4 испытания на физическую подготовку, 3 на оказание медицинской помощи и несколько заданий по теории. За звание лучших помощников пожарных борются команды 6-х классов из 4 городских школ. Самая опытная команда «Феникс» из 7-й школы в состязание не попала, несмотря на стаж в несколько лет. Ребята по возрасту оказались несколько старше, и чтобы быть не в соревновательном моменте, мы организовали, подготовили все это мероприятие и проводили. Помимо соревнований, командам демонстрирует мастер-класс от сторожилов городского клуба юных друзей пожарных «Искорка». Одеться в униформу за рекордно короткий срок, собрать оборудование и молниеносно отправиться на ликвидацию пожара – вот главные правила любого пожарного. Главное же правило любого гражданина… За всем следить надо. За проводкой, за телевизором, выключать все. Не забывать чайник, выключать. А вот если чайник все-таки забыли выключить, может случиться беда. Старшие ребята из отряда «Феникс» локализовать пожар на начальной стадии могут с закрытыми глазами. Тут главное руки беречь. Температура струи углекислотного огнетушителя на выходе дает минус 70 градусов. Не каждый знает, что для подъема в высотные здания пожарные используют несколько типов лестниц. И вес, самый легкий из них, не уступает весу мешка картошки. Мастер-класс от профессиональных огнеборцев Ивантийской пожарной части прошел на ура. Было сложно, не скажу, что легко. Ну, в принципе, так все понравилось. Не ожидали, конечно, не ожидали, что так вырвемся вперед. По итогам соревнований бронзу завоевала команда из второй школы. У первой школы серебро, а вот золото получили ребята пятого кадетского класса из шестой гимназии. Олег Квасов, Сергей Денисов, Анна Белова и ТВ. Завершает нашу программу сюжет, предоставленный корреспондентами Московской областной думы. Подмосковье в развитии. Еще больше индустриальных и технопарков, научно-внедренческих и логистических центров появятся в Подмосковье благодаря созданию на территории региона порядка 70 промышленных округов. Областные парламентарии на очередном заседании в целом приняли внесенный губернатором закон о промышленных округах Московской области. Наша дума, первая среди других субъектов, разработала законопроект, столь необходимый для развития в регионе малого и среднего бизнеса. Согласно закону, под промышленные округа будут отводиться специально подготовленные площадки с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, коммуникациями. На них будут размещены предприятия одного профиля, сельскохозяйственные, промышленные, либо специализирующиеся на применении информационных и нанотехнологий. Как считают депутаты, во многом создание округов позволит сделать работу таких производств более эффективной, конкурентно способной, а главное значительно упростит сам процесс создания бизнеса. Ведь затраты на землепользование, энергоснабжение, связь на начальной стадии составляют порядка 50% стоимости производимой продукции. Соответственно, никто не заставляет идти в промышленный округ, это совершенно добровольное дело, но в любом случае резиденты данных округов, они уже сами по себе приобретают преимущество перед остальными предприятиями, потому что округ это уже целостная территория, которая, я уже сказал, имеет транспортную инфраструктуру, дороги, развязки, это коммуникации в первую очередь. То есть инвестор, который приходит и привлекается в управляющие компании, он получает уже готовый пакет, то есть ему не нужно с нуля начинать землю прорабатывать, ему не нужно с нуля поводить коммуникацию, он уже приходит на все готовое и начинает производство. Это мы, как минимум, мы сейчас знаем, и вот у нас и президент об этом говорит, сколько времени проходит любому предприятию, предпринимателю для того, чтобы выйти на землю сегодня, собрать все документы. Здесь уже все это готово, поэтому мы думаем, что здесь будет экономия, ну, минимум 2-3 года для любого предприятия, который придет в этот округ. По мнению региональных законодателей, важно, что реализация закона о промышленных округах не только привлечет новых инвесторов, но ежегодно позволит создавать до 50 тысяч новых рабочих мест, современных и хорошо оплачиваемых. Кроме того, предусмотрен ряд льгот для тех предприятий, которые придут на территорию округа, в особенности, если это предприятия малого и среднего бизнеса. Это первый закон в Российской Федерации, именно в Московской области. Мои коллеги из других субъектов знают, что над этим законом работают, ждут его, и я думаю, что этот закон будет работать, потому что практически мы очень много взяли в Италии, этот закон есть в Италии, он работает очень хорошо, есть хорошие результаты. Поэтому я рад, что мы сегодня этот закон приняли, мы первопроходцы решения вот тех вопросов, которые ставит президент Российской Федерации. Еще одна информация, прозвучавшая на очередном пленарном заседании, касалась перехода депутата Московской областной думы, зампредседателя комитета по труду и социальной политике, руководителя областного объединения профсоюзов Валентины Кабановой в Государственную думу. Дело в том, что в связи с избранием руководителя комитета по регламенту Олега Кабалева, представлявшему в Госдуме Подмосковье, губернатором Рязанской области одно место от единороссов оказалось вакантным. Центр избирком, как и положено по закону, он предложил занять его следующей по региональному списку от политической партии «Единая Россия» Валентине Кабановой. Я всегда рад, когда в Государственной думе вижу депутатов, которые прошли школу жизни. Все-таки Валентина Викторовна прошла большую школу жизни, работая в профсоюзе, начиная с самых низов, как строитель и, в общем-то, возглавляет уже обком профсоюзов в Московской области очень много лет. работала тесно в взаимодействии как с государственной властью, так же и с муниципальной, с общественными объединениями. И, наверное, этот человек принесет большую пользу в работе того комитета, в котором он будет работать. Я думаю, он будет все-таки в социальном направлении работать. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Лилия Николенко, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго, до свидания.